Всем привет! С вами Саша Геннер и проект Первая варка пивоварни Биарбрю. И вот у нас руки дошли наконец-то до долгожданного обзора пива от пивоварни Ред Кэт Брюери из города Киров. В одном из предыдущих обзоров вы наверное видели распаковку посылки. Мы поставили пиво в холодильник, чтобы оно чуть-чуть отстоялось, не померзло, но охладилось, чтобы осел осадок после транспортировки. И вот мы считаем, что оно наверное готово к тому, чтобы мы его потребили. Этикетки прикольные, все сделано в такой вот кошачьей вариации. Концепция такая пронзает насквозь творчество ребят. Мне они очень понравились, очень симпатичные арты, которые прям вот, ну все, все у них собрано, все есть. Концентуально все. У нас есть 4 сорта, это ячменный эль, пшеничный. Ну, Хофенвайзен. Да, что здесь у нас, Ипа. Ипа. Ипа и Милкстаут. И Милкстаут. Наверное, вот в этой последовательности мы их все попробуем и скажем, что об этом думаем. Солд, ячменный эль. Динс, О, ВК, Бигер, Фанат. Вот Бигер, Фанат по-английски набирайте и попадаете на страничку. Ячменный эль, Кодзилла. Кодзилла. Ну, игра слов, хорошо, мы любим такое. Ячменное пиво, да? Да, ну и пахнет солдом. Мне кажется, фрукты им чуть-чуть пахнет. Не знаю, а солдами дрожжами пахнет. Бельгийскими. Нет? Да. Хочешь посмотреть, что пивовары о своем пиве сами пишут на бутылку? В частности, какие хмели использовались для этого пива? Давай скажем. Классическое ячменное пиво, верхового брожения. Вот эль. Фруктовый аромат. Фруктовый. А я говорил, даже от пены фруктовый. Пиво Знервенский. Ну, такие. Какие? Что? Классические сорта солода. Да. Геркулес, сапфир. Вот, пожалуйста, это состав похмеля. И немногие пивовары могут похвастаться тем, что так подробно рассказывают о том, что входит в состав их пива. Настолько сильно газированная, что как бы забивает углекислота, забивает весь вкус. Ну, вкус солодовый. Я не знаком с этими хмелями, которые используются при варке. И как они должны играть в этом пиве, не очень представляю. Горча мылевая ощущается, она и в послевкусии остается. Остается именно так, как свойственно немецким пивацам. Ну, кстати, вкусная. Вода. Непривычная вода. Не знаю, почему. Мне вот именно кажется, что с жесткостью что-то не то. А в целом пиво вполне себе годное. Уж точно лучше любого магазинного. То есть, как коммерческий продукт. Я не знаю, правда, с какими пивоварнями ребята планируют конкурировать. С такими крупными, когда выйдут на рынок. Или с крафтовыми, все-таки, небольшими. Но я думаю, что судя по составу сортов, это, скорее всего, все-таки крафтовое пиво. В любом случае пиво неплохое. Достаточно напоминает бельгийские бланши. Хотя стиль не предполагает этого. Ну, они же все эльфы. Бельгийские эльфы, в принципе. Верховое поражение. Все, где используется светлая засыпь, используется бельгийская дрожжа. Все напоминает бельгийский бланш. Дрожжи на контрасте, да. По мне так очень неплохо. Да, вполне мило. Для небольшой пивоварни. Без косяков. Да, никаких побочек. Если есть, будем откровенны. Какие-то внутренние моменты негативные у меня к этому пиву есть. Я их не могу высветить никак, потому что я не очень представляю, что именно. Я не могу сказать, как бывает часто с пивом, которое мы, например, засираем. То есть конкретно там. О, хмель там отстойный. Нет, тут с хмелями все для этого стиля вполне все нормально. Потом, может быть, излишняя водянистость какая-то. Горечь мне непонятная. То есть пиво имеет 27 ибу. И вот, да, наверное, это гораздо больше, чем среднестатистическое пиво по горечи. Извини, Саша, я перебил тебя. Но при этом я привык к другой горечь хмелевой. Ну, это мое такое личное. Хотя... Мне это пиво напоминает блажность Брюссель. Ну, да. Оно немножко потемнее. Хотя, в принципе... Здесь сластинка есть и кислинка. В общем, все, что я люблю. Оно очень похоже на него по плотности. И по послевкусию. Такая вот, знаешь... Между сладостью и кислинкой. Вот что-то вот такое. Небольшой баланс. Вот если сохранить, то получается достаточно неплохой пиво. Да. Наверное, не будем сейчас все разом выпивать. Иначе у нас не хватит на весь обзор. Да. Так, прервемся. Давай следующий. Делаем паузу. Мы чуть-чуть продышались. Немножко обновили рецепт. Очиститься позволили. И переходим ко второму сорту. Что это? Начинать хотя бы. Хеффенвайзен. Светлая пшеничная пшеничка. Я приглядываюсь к пшеничкам после некоторых сортов, которые мы недавно продали. Я переосмыслил свое отношение к пшенице. Давай, наливай, Саша. И поэтому жду чего-то интересного. А что мы знаем про пшеничку? Что пшеничка должна быть... Мутная, ты хочешь сказать? Мутная. А тут прозрачная. Вот меня это удивило. Цвет как у советского шампанского, наверное. И очень-очень чистое пиво. Давай я себе закинул. А ты попробуешь из моего бокала? Давай сделаем так. И вот получили два, несколько разных. О, прям химия происходит в бокале. Я пока запах... Ну, он такой слабый запах. Очень сильный запах. Ну как сильный? А как? А почему быть не быть? Ну у меня... Банан есть. Мутность есть. В моем случае у меня. Так что тут в стиле все. Единственное, что газация бешеная. Ребят, надо что-то с этим делать. А может не надо делать ничего. Потому что газация бешеная, но знаешь... Ну, в первом... Как у некоторых пивоваров из бутылки не хлещат. Ну... Ну, нет. Все на месте. Сушеный банан на месте. Как бы... Заявлено все. А что заявлено? Прочитаем. С верлопшеничным немецком стиле. Фруктовая фигня. Фруктово-цитрусовые нотки. Геркулес, Перлес, Апфир. Апфир, прям, такой... Везде там... Хороший, наверное. Ячменный. И пшеничка. Один год, наверное. Вот так вот. Запах мне очень нравится. Запах хороший. Нет, это... Во-первых, попадание в стиль 100%. Это пшеница. Первое, что надо заметить. Второй момент. Горище. Опять же. Я не хочу у меня себя там каким-то специалистом. Еще что-то. Я, наверное, понял. Мне просто на горечь европейские хмели не нравится. Вот есть такое просто. Мне не нравится тот вкус, послевкусие, хмелевая именно часть его. Что касается солодого, вообще базара нет. Отлично все. Ну, а ты своего начинал? Я своего уже отведал. Понял? Чего к чему? А теперь на. Давай, меняемся. Солодовость или пшеница, там, не знаю, более ярко, почему-то у тебя, может быть, за счет подсадка или еще чего-то выделилось, и хмель не так сильно. Ну, смотри, тут вот у нас ИБУ-27 в первом было, но горечи вообще не чувствуется. Вообще-то не чувствуется. Ну, там сладости и кислины. Не саживаются. Здесь ИБУ-16, что меньше ее. Но горечь я чувствую прямо здесь то ли дефектом, то ли... Нет, ну вот абсолютно, я вот ровно здесь больше ее чувствовал, здесь меньше. Дело в том, что ты сейчас оцениваешь, в общем, горечь напитка, правильно? А я говорю о хмелевой горечи. Она может и есть хмелевая, я не знаю. Я, Саша, минусую, здесь, по-моему, есть какие-то добавки. Если мы сейчас почитаем, здесь есть апельсиновая цедра, которая, скорее всего, дает горечь, и кориандр. Как ты считаешь, они тоже дают горечь напитку? Я их оцениваю как специи, и я горечь, которая присутствует от них, она, да, есть, я ее минусую. Кориандр, чуешь? Апельсиновую цедру я не очень здесь ощущаю, честно говоря. Может быть, цедр, то ладно. Но я их не чувствую, и кориандр я тоже не чувствую, но я его никак не чувствую. Я, может быть, говорю, что единственное, тонко чувствую вот этот хмель, который мне, может быть, чем-то не очень нравится. А в целом, прямо замечательно. На мой вкус достаточно классическая немецкая пшеничка. Все в стиле, все очень хорошо. Единственное, что... Сладостью прямо на месте. Горечь. Не знаю, как ты ее не чувствуешь. Так, мне все нравится. В целом, интересный эксперимент. Я единственное, хотел бы попробовать такое же пиво, но без... Ну, чисто солод, хмель, без 5 топпингов вот этих вот, чтобы понять, какое было тело изначально. Ну, если просто вы пьете классические такие вот кислые сорты пшеницы, и вам захотелось что-то разнообразить немного, но не выбиваться из стиля, то здесь все попадаете. Ну что, любимый мой сорт? Стих. Я человек простой. Сказали пить и па, люби и па, я люблю и па. Поэтому приступим. Ну, а ответственность хочу сказать на этом напитке. Ну, 55 и бу, мне уже нравится. Так что... Получится ли? А давай посмотрим, на каких хмелях пока не открыли бутылку. Давай. Сапфиры, перле. Ну, тут я не знаю, я не знаю, не сколько они европейские, американские. Их тоже можно... В разных транспортах вращивать, да. Может, Новая Зеландия. Навряд ли. Ну что, и па на сапфире пробовал? Или на перле? Я не знаю. А я не знаю, на чем в локах скрывается. А как, перле или перло? Волковская пишет, на чем варится ее на месте. Цвет по серединке между первым напитком и последним. Ну, предыдущим. Второй. То есть, цвет скорее пшеничный. Ну, на самом деле, принципиально. Ну, странный достаточно подбор. Запах. Хмелей. Запах, честно говоря, какой-то вот как свет по серединке, так и запах по серединке между этим пивасом. Я бы сказал, что... Ну, не знаком. Хмель и пан. Точно нет. Да, 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 понюхаю. Ну вот, нет. Запах, знаешь, такой интересный, но такой нейтральный запах, что он может подойти, во-первых, к любому пиву. Может быть, это такие удачные пивы. Ну, изначально очень сильно пахло хмелью. Он не сказал, что прям удачный подбор. Ну, во всяком случае, для такой классической... И пан пахнет нормально. Вот. Но сейчас уже, когда хмель немножко подвыкся, пахнет дрожжами больше. По мне так очень сильно напоминает предыдущее пиво. Я бы сказал, что практически одно и то же. Да. Просто тот же... Запах, вот когда подвыкнулся хмель, запах, кстати, идентичный. То есть, прям... Ну, давай. Не стоит, я думаю, варить пипу на бельгийских... Дрожжах? Дрожжах. Оно горькое, но горечко... Сладкое. Я бы сказал, кислое. И сладкое. Я бы сказал, оно горько-кислое. И кислое. Тут всего... Вот. Поэтому я не могу ему поставить такую... Как-то вот... Высокую оценку, как-то в предыдущем. Виртуальную. Допустим, я какую-то оценку ставлю. Ага. Вот. Это как бы на голову ниже. Надо... Если у вас такой сильный дрожжевой профиль, то его нужно прятать под макси. Либо выбирать нейтральные дрожжи, которые просто не дают фона. Либо у вас бродило все на высоких температурах, потому что... Ну, мы не знаем, так или иначе. В общем... Горечь есть. Саша не очень понравилась. Мне нравится сладость в этом пиве, но больше ничего. С другой стороны, вот здесь, в данном случае, мне хмели не мешают. Вот они, на самом деле, здесь как бы... нет неприятной отдушины вот этой вот, которая мне показалась вот в этом пиве и чуть меньше в следующем. Не сказал бы, что прям так ипа-ипа. Я бы на вот это вот такой... Пока аутсайдер... Сильно охмелённый отпрыск. Эти вот сортов, наверное. Купажа этих сортов, я бы даже... Да, что-то и запах вот от этого, допустим, общий профиль вот от этого... Ну, на это более сильно охмелёнон, на горечь. В общем, ребят, дело, конечно, ваше. Стоит прислушиваться к нам? Не стоит. Это абсолютно ваше решение. Но... Ну, мы ипу видим другое. Может быть, кто-то и видит такое. Но скажу вам по секрету, мало кто видит ипа таким. Может быть, это будет фишка вообще ваша такая. Может быть, найдутся любители, которые вот пьют ипу и никак не найдут свое пиво. Потом раз, попробуют такие... Знаешь, такие из Бельгии, которые пришли в горькие сорта и такие раз, оп, вот оно моё пиво. И прям будут пить. Стоит. Молочный. Молочный стал. Не просто так. Ну, знаешь, как... Скучно, наверное, варить просто стал. Наверное. Не знаю, не помню. Тут кошачья тема. Мы, кстати, не упомянули, по-моему. Название ипа было ипотека. Тут тоже игород слов. Кодзилла уже была, да? Или был как кодзилла. Злачное место пшеничка. Ипа-тека. Ай-бей. Так, молочный стал, черная метка. Я в молочный стал, честно говоря, я даже не припомню, пил я или нет. Пил я, наверное, просто акцент в него уже в молочный стал или какой-то ещё. Чем он от обычного отличается? Наверное, лактозы добавляются в хату. Ну, наверное, не знаю. В общем, сейчас мы попробуем. Что про цвет скажешь? Довольно-таки черный, зловещий. Женными саладами пахнет. Копченкой он пахнет. Копченкой? А я копченую не чувствую. Ну, женкой он ощущается. Копченый прям как есть. Так что, не знаю, на звуковом молочный, я бы его каким-нибудь Сноукт Портером назвал. Блин, Сноукт Стаутом. Немецкий Сорф Геркульвиц. Ну, опять дрожжи вылезают. Но цвет, смотри, если сфотографировать, мне кажется, прям Гиннес будет, да? Ну, не знаю. Гиннес даже посветлее. Это прям такой черный, может быть, краситель. Упаси бог. 16 ОГ. Но я бы, не знаю, я бы поставил бы в один ряд с остальными со всеми. Не очень он похож на то, что он будет плотный. Отчетливые шоколадные нотки, Гош, как тебе? Ну, может, где-то в отдалении. Не в этом доме. Я их не ощущаю, ни в запахе, ни во вкусе. А что, еще пишут все? Что, типа, солодам, душистый, черный хлеб есть? Да. Черный хлеб есть, прям душистый. Отчетливые шоколадные нотки. Ну, ты опять возвращаешься. Там, я же сказал, что... Вот, насчет хлеба, да. Горчинка оттеняет солодовые нотки во вкусе. Ничего он не оттеняет. Это кислый пипец просто. Может, просто доехал плохо. Но остальные доехали нормально, а это плохо. Не факт. В общем, как-то у нас не очень правильно, наверное, обзор получается. Потому что началось за здравие, а заканчивается за упокой. Ну, мы не виноваты. Слепой шребий выставил так сорта. Между тем, два нам сорта понравилось. Два, ну, в меньшей степени. Что можно сказать. И, я не знаю, может быть, в пивовар задумывали пиво таким, именно вот это вот. Но мне оно прям, не знаю, какой из них больше не заходит. А вот эти два пива очень неплохие. Горные пива. Здесь неуместная кислина есть какая-то. Она бывает. Она есть в сухих стаутах. Она есть. Но в том же Биллхэвене она есть. Не в такой, правда, пропорции. Может, там с салатами что-то попутали. Может, кислоты налили. Может, кислого солода просто. Может, курский солод таков. Может, они сами его коптили, кстати. То есть, он копченостью пахнет все-таки. Нет, ну, делали сженым. То есть, взяли какой-то базовый и сделали сжены сами. И, может, с этим связано как-то. В общем, ребят, спасибо большое, что смогли прислать это пиво. Тем более, я представляю, что видимость и себестоимость каждого напитка гораздо ниже, чем цена его доставки в Подольск из Кирова. Поэтому мы попытаемся со своей стороны ответить тем же и попробовать послать вам. Наш пиво снопробуем, попробуем, жаруем. Что еще можно сказать? Пиво абсолютно разное. Единственное, что могу заметить, у пивоварни, не знаю, останется ли эта линейка устоявшейся, будет ли она меняться с учетом каких-то замечаний и рекомендаций. У всего пива есть какой-то вот такой вот уже фон, флер, это пивоварня, да, который, возможно, вот так вслепуй даже, какой-то момент ты попробуешь и скажешь, даже если ты не попадешь, то скажешь, вот это похоже на то, как делает пивоварня Red Cat. Все их роднит дрожжевой профиль, он прям вообще одинаковый. То есть такое ощущение, что то ли фирма дрожжей одна и та же, то ли вообще штамм дрожжей один и тот же, и стал сбраживаться на том же нашу, сбраживался пшеничка. Пшеничка очень хорошая. Эль, ну, крут, крут, то есть он даже лучше, чем пшеничка. Ипа, скорее нет, чем да, потому что не нужна такая кислота, кислинка. Кислота в другом была. Кислинка, в нем тоже была. Да? Да. Кислинка в Ипа, и уж точно она, на мой взгляд, не нужна в ставите, даже в молочном. И, как бы, надо вообще не к месту. С вами были Саша Геннер. Я Коша Гриппс. Проект Первая варка пивоварни Биарбрю. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал, на канал ребят из пивоварни Red Cat Brewery. Ссылки мы обязательно дадим в описании и в конце ролика вы можете найти. Что еще? Пейте вкусные меры. Пока. Пока.